И отправил Исраиль послов к Сихону царю и Мореев сказать, позволь мне пройти через страну твою. Но не позволил Сихон Израилю идти через границу его. И собрал Сихон весь народ свой, и выступил против Израиля в пустыню, и дошел до Ягоца, и сразился с Израилем. И поразил его Израиль мечом, и овладел страной его от Орнона до Ябока, до владений амоновитян, ибо укреплены были границы Амона. Ок, Мелахабашан, Сихон – это знаменитые персонажи, это знаменитые силы эгоистические такие, которые сидят в человеке именно в самом его основе всего его эгоизма. Исправив которые, он обращает их в свойства отдачи и любви. Именно их. Настолько они довольно сильные. Это имеется в виду семь народов, которые находятся в земле Израиля, которые не дают тут в нее войти. И поэтому, то есть это свойства, которые стоят перед человеком эгоистически, которые надо покорить, которые надо исправить, убить, изменить как бы их земли, то есть их основу взять под себя, под свое намерение ради отдачи и так далее. То есть все это покорение, это значит, что все мои вот эти желания, которые во мне существуют, это в том числе мавитяне, я их исправляю. Они существуют в каждом человеке и в общем человеческом желании. И они самые внутренние, самые сильные, да. И исправляя их, вместо них появляется уже намерение к Творцу на эти желания. И они уже становятся частью земли Израиля, так называемой. То есть земля – это желание, рацион, эрец. А Израиля, то есть направлены прямо к Творцу. То есть уже такие желания, в которых я могу быть подобен Творцу.